Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шеститко. И вы у меня на фоне видите голую девку. Видите, не видите? Вот, видите. Это значит, что я в Амстердаме, правильно. Это Амстердам тату-шоу 2015. А, нет, 2014. А это они уже рекламируют 2015. Прикольно. Я не удержался и приехал сюда, чтобы добавить свою тату или поправить свою тату. Кто не знает, у меня тут такой вот материнская плата. Ее надо было закончить, добавить в биомеханику и так далее. И, соответственно, чем тратить выходные в ожидании следующей встречи. То есть у меня разорванная получилась такая часть на одной неделе, часть на другой неделе. недалеко, там, в Дортмунде, в Мюнхене. Поэтому я вот так вот и приехал. Ну, вы видите, да, то есть как бы различные народы. Да, вот так. Окей. Здесь народ стрижет. Идет круто у всех бизнес. Различные профессиональные конторы со всего мира съехались. Тут около 300 профессионалов. Да, то есть как бы, о, GoPro. Ну, вот еще один товарищ. Обратите внимание, насколько круто он выглядит. Голден Хэнс. Вот, жопа тут. Любой, как бы, может прийти, заказать. Тут вам нарисуют, поправят и так далее и тому подобное. Здесь наборы татуировок, книжки, да, то есть как бы каждый подходит и говорит, там, я хочу вот это или я хочу вот это. Я уже, на самом деле, договорился. И пока ребята там собираются, готовятся, я решил пройтись, сделать видео. Вот, представьте, такие татуировки, такие татуировки. Вот, для любителей пирсинга и прочих дырок в теле, можно выбрать любое множество тех или иных вещей. Маски, 14 евро, черепа, 145 евро, сумма с дуреть, 24 евро за различных животных и тому подобное. О, пенисы, пепельница, 4 евро, сумма с дуреть. Так вот, да, то есть, я сейчас прогуляюсь, пока народ готовится. Я смогу показать вам, как это все видится, как это все выглядит. Веб-шоп, piercingwork.com. Piercingwork.com. Наверное, много чего интересного есть. Многообразие. Выбирай, что хочешь, как хочешь и чем хочешь, дыряв себе. Да, то есть, как бы, кто захочет, кто увлекается, пожалуйста, бодичейн. Это, я так понимаю, специальные мази, для того, чтобы вам не было больно, не было страшно. Ну, вот вы видите, как ребята уже работают. Своё видео я, наверное, снимать не буду. Прикольно смотреть на самих татуировщиков. Как говорится, хороший повар, то это худым не бывает, да, то есть, как бы, так и здесь. Надо рассматривать, что у ребят сделано, как оно выглядит. Тру тату, ну, вот такие тру тату я как-то не очень люблю. В любом случае, биомеханика, это тяжёлая работа. Сейчас народ будет тщательно рисовать. Вон, кому-то делают на лицее. Обратите внимание, насколько человек ладнокровен. Вот у девушки на заказе Мадонна. И она ещё кто-то там ананас рисует. Или она их, или ещё чего-то у пацана. Вон, тоже прикольное. Все руки зататуированы. Для любителей экзотики вот такие чашки. Сляги, ножи, бабочки. Слушайте, тут просто мега для тех, кто такое любит. Пряжки. Я чувствую, я ещё долго буду идти. Различные инковские и прочие мотивы. Вот оно. Ну, я ещё сейчас вернусь. Я буду двигаться, наверное, вот так вот вдоль. Мы уже с одними ребятами поговорили. Сейчас будут вторые. Третьи. Вот они. Чё-то там делают. Available slot today. Так, мы снимаем. Так, народ ещё бухает. Вот здесь вот. Кто не знает, кто такой биомехаником, укидывая мою материнскую плату, вот будет примерно что-то в таком вот духе. Так что морально готовьтесь. Кипот тату. Михаил Козленко и компания. Несмотря на то, что Михаил Козленко, он на самом деле из Израиля. Израильская студия тату. А кипот это кто? Вот это мы. А, тоже, да? Это наше название. А откуда кип? Вот это ёжик по евриту. А, ёжик по евриту. И мы вот так вот назвали своих кипот. Ну да, 9 иголок сразу, как ёжик. Вот что-то в этом будет. Ясно. К этим, ребята, мы сейчас вернёмся сделать себе тату. Ну, хотел сам приехать в Израиль, но как-то всё не получалось. Теперь Израиль сделает где-то тут. Всегда. Да, типа. Как это? Словакия. Израиль до Словакии. Ладненько. Я вернусь через 15-10 минут. Ребята там собирались? Собирались. Собирались. Мужественно сделаем. Ну вот, дальше идёт процедура. Кто-то набивает себе эти. Идёт процесс. Здесь мужественный мужик там ещё что-то рисует. Все фотографируют. Злоты есть. Кому-то делают на ногах. Вот чего-чего о татуировках на ногах я не понимаю. Но, в принципе, народ работает неплохо. Есть, кстати, очень интересные... Юрий, татуировщик Амстердам. С ума сдуветь? Купола. Где бы можно было ещё увидеть? Купола, как не Амстердам. Но вот можно увидеть и другие варианты работы. Ну, вот вообще там... Ход в пальто. Неплохой вариант. Чисто постибанцам. Ещё раз хочу сказать, что у каждого здесь есть свой альбомчик. Можно полистать, выбрать, да, посмотреть. Но тут это неинтересно. Но это как-то тоже неинтересно. В общем, получилось не очень интересно. Ну, различные аксессуары, опять же, кресты, брелки и так далее. Всё для фриков. Народ фоткает. Тату... 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 Закомые названия скажут, вау, это было круто и тому подобное. Хочу сразу сказать, что я выбирал именно по вопросам тех людей, которые делают биомеханику. Насколько это у них получалось. Все здесь зататуированы. Все здесь в каких-то вариантах работы. Вот так вот он его пристроился сзади и долбит-долбит иголками. Футболки, рисунки. Ну, кстати, забавный вариант, стиль. Опять же, да, то есть, как бы прикольно видеть, как у кого-то какие-то свои стили, какие-то свои работы. Здесь народ выставляет. В основном то, что сам предлагает набивать, договориться о чём-то. I'll be back. Договориться о чём-то, как бы, вне стиля, да, достаточно сложно. Например, народ говорит, что мне это надо будет, там, нарисовать это отдельная оплата в часах, это сделать и так далее и тому подобное. У ребят... Господи, как же ёжик-то на иврите Кипота, Black Lotus Studio. Он кого-то положили абсолютно не, абсолютно не татуированного. Он лежит тело. И над этим телом народ трудится. Так же, как вы видите, как трудится тело с этим. Вот эта вот семейка меня больше всего добивала. Обратите внимание на дочку. А это её, я так понимаю, родители. Мама, папа и семья. Ужасы. Ну, прикольно. Народ трудится. Здесь, опять же, масса различных вариантов, примеров. Цены грабительские, скажем так, конкретно грабительские. То есть, тут где-то лежали такие эти, типа, и сразу с надписями там 100 евро, вот такие вот, типа, рисуночки. И 100 евро, 200 евро девушки тщательно выбирают. А давай я себе сделаю на яхотицах. А давай мы себе сделаем ниже на лобке. И так далее. Вот. Идём дальше. Фрики, конечно, встречаются, но в большинстве своём такая вот среднего возраста публика. Я тоже, кстати, среднего возраста. Вон девушки рассматривает, что бы такое сделать. Мисс Доктор М. Тату. Работают, выбирают гранаты, патроны. А, кстати, я здесь видел одну интересную вещь. Тут ещё продают патроны. Патроны с татуировками. То есть, вы можете взять в качестве брелка, да, то есть, как бы. Вот девушка пьёт соответствующие вещи. Жекин. Интересно, это действительно они такое понаделывали на это уже обработку? Хотя, на вид, похоже, что снято с кожи. Ингсайн. Смотрите, у девушки, какая птичка. Видно? И она показывает, говорит, вон, сваритель. Ну, товарищ. Выйд. Эври дэй. Своук вит эври дэй. Курит траву каждый день. И что это будет? Вау. Да, это целое произведение искусства. Девушка тоже симпатичная. Спасибо. Смотрите, сразу их записывали, говорит, мы-то тут уже сегодня не сделаем. У многих слоты. Час, два, три. Срубить бабосиков. Вон, готово. То есть, пленочку затянули. И все. А там надписи на еврите. Ну, друзья, что пока народ не делает? Среди людей. Вече. Ну, прикольно смотреть, конечно, на теле. Оказывается, что, как это, фриков хватает. Здесь у нас набор у девушки, она спрятала вот так вот. Рисунок. Так, мы сюда пришли. А вот эти тату. Тату-бук-ю можно купить на раскладках то, что хотите. А вот настоящие, традиционные японские тату. И настоящий традиционный японец с видом якудзи сидит. Хотите, заказывайте, хотите, делайте. Хотите, не делайте. Ну, что, прикольно. Я думаю, вы видите. А, Джапан, что ж ты? Джапан. Ребята из Джапана приехали сюда. Или это просто представители Джапана здесь. Ну, и для соответствующего антуража здесь также можно купить... О, машины. Машин я, кстати, и не видел. Интересно, в чем прикол. Не знаю, в чем прикол, но, как вы видите, Шевроле. А, это какой-то реклама. Американ кар и бай-эвент в Пурмеренду. 8 июня. 8 июня я точно здесь не буду. Здесь боди-арт. Народ рисует что-то. А, там пиво дальше наливают. Что у нас здесь? А у нас здесь машины. Смотрите, какие машины. Еще один. Нет, это не Шевроле. Это Хабилат или Крайсер. Хотя, не знаю, такую эмблемку. Не буду врать. Шевроле. А что, с какими-то другими вещами? Американские машины. Это, типа, реклама выставки на выставке. Все в велюре. Это, конечно, классно. Да, на такой машине ездить весьма-весьма тяжело. Кадиллак. Кадиллак. Крайслер. Это вообще непонятно кто. Но, смотри, какой велосипедик. Себе, что ли, такой прикупить? Это вообще непонятно кто. Не знаю, такую эмблему. Додж-то? Вряд ли додж. Люксериспорт. Люксериспорт. Ну, мало ли кто там Люксериспорт. Хе-хе-хе. А это вообще бомба. Сидит на попе. В попе ставлен нитро. Все, оно такое голубенькое, раскрашенное. Да еще и сабвупером. Руль. Видно руль. Шевроле. Это переделанный Шевроле, прикиньте. А еще и отражатель. Это так понимаю, что при езде очень быстрой, мокрой открыли в билле брызги. И чтобы эти брызги не попали на стекло, еще один рассекатель. Точно Шевроле? Мы остались. Ух ты! Кто не понял, это колонки. Metal Art. Бас Metal Art. Желающим кто-либо создать. Могут сделать какие-то классные вещи. Здесь Steam Punk. Кто не знает, что такое Steam Punk, это люди стараются создать вещи. Ну, конечно, с точки зрения фантазии здесь не очень со Steam Punk'ом. Круче там, ну, вот это да, вот это вот самый Steam Punk. А вообще Steam Punk' направление в искусстве, в культуре, да, то есть, как бы, в технике, когда пытаются воссоздать предметы, типа, якобы, а вот если бы паровые двигатели, почему Steam, да, если бы паровые двигатели по-прежнему существовали, да, то есть, чтобы это было, как бы выглядели вещи привычные, как бы выглядел мобильный телефон без процессоров. Что-то он такое рисует, прикольно. Что-то классное он рисует. Что именно, непонятно. Кто любит скейты, вот могут разрисовать таким образом скейт. У меня скейта нет, кстати, надо купить себе скейты. И где-то девушки с боди-артом, ага, вот они сидят, уже ушли от нас. Куча различных теле- и радио- и видео студий, да, которые здесь что-либо снимают, снимают репортажи, я так понимаю, для Амстердама это, типа, событие. Ну, выставка, на самом деле, не такая очень большая, при том, что спотно не стоит 10 евриков. опять же, всякие аксессуары. Это кто планет? Это журнал плюс, пожалуйста. Журнал плюс все остальное. Вот у ребят здесь есть варианты с пулями. Можно приобрести можно приобрести, посмотреть, что вы хотите и вам здесь выполнят различные гравировки. Хотите патроны от снайперских пинтовок, от АК, от Магнума, как вариант гравировки в подарок. И все это и где тут веб-сайт? Где веб-сайт? Где веб-сайт? А! With your name on bullet with your name on home. Прикольно. Вы захотите сделать? Смотрите. Опять же продолжается процесс распродаж татуировок. веб-сайт. Не знаю, что-то мне тут особо ничего не привлекает, а я буду двигаться вперед. веб-сайт. Товарищ какой девушка. Прижило время мне прийти и сделать себе тату. Ну что ж, напомним, что с вами был я, Игорь Шостидко. Приходите еще. Это был репортаж с тату-салона в Амстердаме, где я оказался, ну, почти случайно, да, у меня разорванная получилась поездка по Европе и в результате куда-то надо было убить субботу в воскресенье, что я успешно и сделал. Поэтому, думаю, всем любителям тату стоит побывать, стоит поработать с мастерами, может быть, что-то классное получится. Это была часть путевых заметок. Я еще сниму пару видео про Амстердам. Пока я здесь буду один день, все-таки 250 километров бешеной собаки не крюк. Как говорится, увидимся с вами. Счастливо, пока. Не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте смотреть путевые заметки, не забывайте смотреть обзоры. Увидимся. Всего хорошего. До свидания.